МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики. Студей Чингис Тихонов. Накануне на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в первом микрорайоне Элисты. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения Элистинского пожароспасательного гарнизона. По прибытию в ходе проведения разведки было установлено, что на четвертом этаже в одной из квартир происходило горение предметов быта на площади 24 квадратных метра, сопровождающиеся сильным задымлением. Незамедлительно были созданы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей с третьего, четвертого и пятого этажей. Благодаря слаженным и оперативным действиям личного состава данный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В ходе тушения пожара эвакуировано 18 человек, спасено 3 человека. Причина возникновения пожара – материальный ущерб и виновное лицо устанавливается. Посадавших нет. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 7 случаев заражения COVID-19. С выздоровления выписаны 8 пациентов. 15 жителей республики проходят лечение в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи. С начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. Более 104,5 миллиона рублей было выделено на заключение 660 социальных контрактов в прошлом году. Среди них Немгиропаев, который мечтал создать мебельный цех. Благодаря поддержке со стороны руководства республики мужчина наладил работу. Его мебель уже стоит в домах Яшкуляна, также в учреждениях поселка. Все подробности в нашем материале. Житель поселка Яшку Немгиропаев с необычной мечтой. О том, чтобы начать свое собственное дело, а именно создать мебельный цех, Немгиропаев задумался еще в годы службы в уголовно-исполнительной системе, где он курировал производственную работу. Выйдя на заслуженный отдых, решил реализовать свою давнюю задумку. Я воспользовался мерами социальной поддержки, предоставляемой государством. Средства были получены мною в июне месяце. На них я приобрел необходимые оборудования, материалы, фурнитуру для запуска своего производства. Уже конкретно мои заказчики получали свои изделия уже в августе месяце. Занимаюсь я один этим делом у себя в районе. Заказов достаточно. Сейчас уже думаю о том, чтобы расширить ассортимент выпускаемой продукции и развивать свое дальше производство. Узнав о социальном контракте, как о возможности открыть свое дело, Немгир обратился в Центр социальной защиты населения Яшкутского района, где специалисты проконсультировали его и помогли сформировать необходимый пакет документов. Вскоре бизнес-проект был одобрен. На полученные средства были закуплены древообрабатывающие станки и оборудование, а также необходимые материалы и фурнитура. Все это разместилось в гараже, переоборудованном под мастерскую. Немгир Цебекович обратился к нам год назад со своим предложением, со своей идеей по сборке, изготовлению мебели на дому. Мы помогли ему с организацией этого дела, помогли со сбором всех документов, пакетов документов. Комиссионно была разработана программа социоадаптации. На примере семьи Немгира Цебековича мы видим эффективность социального контракта как инструмента по выходу из трудной жизни ситуации. Сам же Апаев отмечает, что проводит в своем уже втором доме каждый день, а для мебели именно его производства собирается очередь из желающих. Я корпусную мебель изготавливаю, то есть стеллажи, комоды, прихожие, гардеробные. Оборудование я приобрел для начала. Сейчас у меня служит кромкооблицовочный станок, потом торцовочная пила, дальше у меня распиловочный стол и сверельный присадочный станок. Так, благодаря госпрограмме наш земляк не только обеспечивает семью, но и реализовал свою мечту и приобрел любимое дело. Мебель, изготовленная Немгиром Апаевым, украшает не только дома Ешкулян, но и учреждения поселка и пользуется высоким спросом. 3D-исследование зубов – один из видов стоматологической диагностики, который позволяет увидеть особенности строения челюсти зубного ряда, а также выявить патологические процессы. Раньше для этого применялся рентген, но КТ – более продвинутый метод, позволяющий получить наиболее точную картинку. При КТ у нас видна 3D-модель, которую мы снимаем, и далее идут в трех проекциях снимки послойно. То есть мы можем крутить и каждый зуб смотреть. Видите, корневые каналы появляются у зубов. Допустим, у меня я здесь вижу пломбировочный материал, который рентгеноконтрастен, и он виден при снимках. Современное оборудование поступило в Республиканскую стоматологическую поликлинику в прошлом году за счет средств ОМС Республиканского министерства здравоохранения. Ежедневно более 15 пациентам проводится КТ. Вся процедура длится не более одной минуты. Он безопасен для здоровья, получаемая доза облучения минимальна, отмечают специалисты. Нам позволяет это обследование увидеть более детальную патологию зубов, корней зубов. Мы можем рассмотреть подробно корневые каналы, запломбированные, не запломбированные они. То есть посмотреть патологию у корней зубов, кисты, гранулемы, опухоли. Можно посмотреть мягкие ткани, верхние и нижние челюсти. Также на снимок входят верхнечерстные пазухи, и можно при этом увидеть, есть ли гайморит, воспаление, либо кисты тоже в верхнечерстных пазухах. И мы смотрим, после травмы тоже приходят, если там ребенок маленький, вот он сейчас добывает падает, и приходят, смотрят, есть ли трещины, либо перелом зубов. 9 февраля отмечается Международный день стоматологов. В этот день для всех желающих будет проводиться бесплатная компьютерная томография с 8 часов. При себе необходимо иметь документы. Стартовала всероссийская акция «Узнай про донорство костного мозга». До 28 февраля Центр крови Калмыкии приглашает всех жителей региона от 18 до 45 лет без медицинских противопоказаний принять участие в акции. При этом сотрудники отмечают, что первым 20 донорам будут вручены приятные подарки. Так как у нас в России очень маленькая база доноров, нуждающихся у нас в пересадке костного мозга более 5 тысяч, а получают помощь всего 5%. Почему важно развивать именно наш регистр среди нашего населения? Потому что россияне по генотипу отличаются от европейцев и американцев. До этого мы пользовались их базами, брали доноров оттуда. Это очень дорогостоящая процедура, и это занимает много времени. Поэтому решено с прошлого года развивать донорство костного мозга именно среди нашего населения. Процедура – это безвозмездная, должен быть осознанный подход. То есть донор должен изучить всю информацию и уже окончательно решить, согласен он на это или нет. 8 февраля в 10 часов в актовом зале управления ФНС России по Республике Калмыкия пройдет бесплатный семинар для налогоплательщиков на тему «Обзор изменений налогового законодательства по вопросу применения специальных налоговых режимов, связанных с внедрением Института единого налогового счета». По вопросам участия в семинаре можно обратиться по телефону плюс семь восемьсот сорок семь двадцать два четыре шестнадцать двадцать девять. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В Волгограде прошли всероссийские соревнования по боксу, посвященные столетию общества «Динамо» среди девушек. Калмыкию представляли воспитанницы школы по боксу имени Балзанова, Крина Басанова, Вероника Скворцова, Анастасия Мельникова, Инкира Муцыганова и Виктория Цавкилова. По итогу соревнований Крина Басанова стала победительницей и напрямую отобралась на чемпионат России. У Анастасии Мельниковой, Инкиры Муцыгановой, Виктории Цавкиловой серебряные медали. Вероника Скворцова завоевала бронзу соревнований. Сейчас девушки готовятся к первенству UFO по боксу среди девушек, которая пройдет в Элисте с 20 по 25 февраля. Выпуски новостей, также другие передачи нашего телеканала. Смотрите цифровое умещение канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке, растелеком и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова